Его так мало, когда опаздываешь, и так много, когда ждешь. Годы быстро летят, и человек не замечает того, как пролистываются страницы жизни. В эти дни коллектив цинкового завода провожает на заслуженный отдых ветерана труда АГМК, кавалера трех степеней почетного знака «Горняцкая слава». Мы сегодня провожаем на пенсию, на заслуженный отдых нашего любимого заместителя директора Шарматова Муража Махмудыча. Муража Махмудыч уже более 46 лет работает на цинковом заводе, и в должности замдиректора работает он уже 22 года. Вообще, он золотой, хороший мужик, его мы все уважаем, все мы действительно радуемся, что мы работали вместе с ним. Очень тяжело говорить о человеке, который уходит, и жалко, что он уходит на пенсию. Муража Махмудыч, конечно, лидер. Это один из тех руководителей еще старой закалки, которому поручили задания, и он обязательно старается это задание выполнять. И не просто выполнить для того, чтобы сделать это для галочки, он выполняет все задания с душой и так, что к нему потом, к выполнению этого задания, не докопаешься никак. Таких людей, к сожалению, на комбинате осталось очень мало. Это человек, который ко всему относится как положено. Про него могут говорить, что он такой вредный, что он такой дотошный, но вот еще раз его подчеркивают профессиональные качества, именно как лидера, как настоящего руководителя. Но за душой все равно к нему, кроме хороших эмоций, нету ничего абсолютно. Муражан Махмудович Шерматов – человек, который большую часть своей трудовой биографии посвятил цинковому заводу. В 1976 году я закончил годный металлургический техникум по специальности металлургии тяжелых и цветных металлов. Ну, начинал, как и все, рабочим. Металлургия вообще интересное дело. Я работал аппаратчиком, обжигальщиком, печевым. А потом, значит, в кадмием цеху. Рост мой начался в кадмием цеху. Это, в принципе, мини-завод. Это мини-завод в заводе. То есть производство от начала и до товарной продукции. Катми металлический, купоросую выпускали. Значит, долгое время работал мастером, потом замначальником, начальником цеха. Ну и в 2000 году меня назначили замдиректором по общим вопросам. Работа интересная, работа живая, с людьми. Что входит в работу замдиректора по общим вопросам? Это все вопросы. Говорят, что замдиректора не занимаются производством. А вот возьмите, если замдиректор занимается снабжением, а сейчас снабжение – это самое главное. Это обеспечение товара материальными ценностями. Это обеспечение психимией. Транспортно-хозяйственная служба тоже находится в моем подчинении. Значит, бытовки, зону отдыха, столовая, административно-бытовые корпуса – все это находится в моем, как говорится, видении. Герой нашего телеочерка является не только высококлассным специалистом своего дела, но и прекрасным организатором различных мероприятий. Ну, Муража Махмуш в своей работе, он как заместитель директора не только занимается снабжением, занимается обгораживанием наших территорий. Это цинкового завода, за нами закреплена еще 18-я школа, 18-й садик, где он вообще реально занимается такими озеленениями, ремонтами, организовывает субботники. Все вот эти у нашего лесопосадки, которые мы занимаемся, деревья сажаем, это все было сделано благодаря ему и директору, нашему Тану Фарук Жабарычу. Это просто тот человек, который реально подходит к работе с душой. В сфере охраны труда Муража Махмудович в своем трудовом деятельности много чего сделал для нас. Условия труда, своевременное обеспечение средствами защиты, бесперебойное обеспечение. Всегда, если какие-то будут просьбы или нерешаемые вопросы, он нам постоянно помогал. Например, скажу, для охраны труда он сделал хорошее, завез нам, заявил, то есть нам телевизоры для проведения водного инструктажа. Нам привез новые оргтехники для работы, для создания условий труда для нашего отдела. Для работников он сделал много наилучшего. Заявили баннеры, наглядные агитации. С его стороны всегда было своевременно выполнено. А вот вы можете рассказать еще, с какими трудностями вы сталкивались на работе, вот на протяжении всей своей трудовой деятельности? Что было для вас самым трудным? Было ли вообще такое? Да в принципе нет, в принципе проблем никаких не было, больших таких. Со всеми, в общем-то, работаю дружно. Вообще, мне немного повезло, что, в принципе, я прошел большую школу, был директор такой, Дорофеев Владимир Владимирович Михайлович. Он нас очень многому чему научил. Я когда шел на оперативку, у меня, у меня очень хорошая память была, я все запоминал, но помимо того, у меня в блокнотике все было записано. Коллектив «Цинкового завода», провожая Мураджана Шерматова на его заслуженный отдых, поблагодарил его за добросовестный труд и огромный вклад в развитие завода. Мы желаем вам здоровья и желаем вам радоваться жизни. Каждому дню радуйтесь, потому что с каждым годом меняются приоритеты. Вот ваш приоритет сейчас – это здоровье, это улыбка, это радость всему происходящему. Пусть вас все происходящее только радует. Мы очень рады были с ним работать. И что хочется пожелать уже человеку, который оставляет наше производство. Пожелать хочу только одно – здоровья. Наше время только пожелать здоровья, мирного неба над головой, чтобы дети и внуки всегда вас радовали, Мураджан Махманович. И будьте просто по-настоящему, по-человечески счастливы. И не забывайте нам, приезжайте к нам в гости. Мы вас всегда будем рады видеть. Какие вас чувства сейчас посещают? Вот вы покидаете свой пост? Всегда, когда-то всему приходит конец. 46 лет от работ, ну, когда-то надо отдыхать. Буду заниматься спортом, буду книги читать. В последнее время я очень мало стал читать, потому что зрение стало садиться. А так я очень люблю книги читать. Иногда даже и ночами зачитываюсь. Что вы хотите пожелать вашему трудовому коллективу на последующем? Ну, самое главное – всем здоровья, чтобы не болели, чтобы никакие катаклизмы нас не касались. Чтобы самое главное – чистое небо над головой. Ну, и производственных показателей. Все-таки нам ставилась цифра 120 тысяч. Дай Бог им этой цифры достичь. После окончания реконструкции. Вот такие люди, как Мураджан Шерматов, кую трудовую славу Алмалыкского горно-металлургического комбината. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова